МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. 30 годов тому у Гомеля почалася практичная реализация масштабного комсомольско-молодежного проекта. На палетке Гомельской области вышли 3 новые модели комбайнов вытворчасти Гомсельмаша. Дерегация международных экспертов с Национального института радиоцины Аховы Чехии ознайомилась с распроцовками белорусских вучоных. А зараз обгаде меньшим больше подробязно. 30 годов тому у Гомеля почалася практичная реализация масштабного комсомольско-молодежного проекта. В лесном массиве на ускрайку города был закладенный первый камень молодежного жилого комплекса. На сегодняшних урочистостях с на года юбилею побывал Олег Сенсерову. У першиню идею створения у Гомеля молодежного жилого комплекса охочили у 1984-м годе. Инициаторами выступили работники Радою завода, Конструкторского бюро «Промень» и Конструкторского бюро системного программирования. Были такие предприемства. У жнивни 1986-го проект поднимали у Городским комитете комсомола. На початку наступного года его одобрали у Городским Ваконавчим комитете и Совете народных депутатов. Рух по обыдавнивству молодежных жилых комплексов в Советском Союзе начался в 1971-м годе. По особенностям это был широкомасштабный социально-экономичный эксперимент. Головная мета, якуха, створение нормальных жилевых и культурно-бытовых умов для молодых семью. В то время были совсем другие подходы. С одной стороны, молодежь достаточно долго стояла в очереди на жилье. С другой стороны, строительных комплексов не хватало рабочих рук. Молодежь оставляла на год, ну где год, где больше, где меньше, оставляла свои предприятия, выходила на стройплощадки, своими руками строила и потом возвращалась на свои предприятия. И за счет того, что строили, они получали внеочередное право на получение жилья. Вот это был основной принцип. Сегодня молодежные жилые комплексы поравнуются с такими масштабными проектами, как освоение цедины и бытовниство БАМа, при том, что в этом выпадке отремалось и подбегнуть факту формализму и максимально наблизить комсомольскую инициативу до реальных потреб человека. Правда, для того, чтобы стать членом кооператива, необходимо было быть с оправдывающим. Будущий боец комсомольского молодежного строительного отряда МЖК, который будет строить дома, он должен был быть активным и на производстве, и в комсомоле, и в МЖК, и ходить в ДНД или оперативный отряд, посещать субботники. И вот таким образом ежемесячно подводились итоги, устраивался рейтинг, у кого больше баллов, у кого меньше. Сегодня, я не узгадываюсь, працавали сумленно, тем больше, что бы давали для себе. При этом побачь с домами узбодили сящее объекты социальной сферы. И хоть тут основные финансовые затраты права на себе держава, але у деятельности этих установок члены кооперативу проймали самый непосредный удел. У Сонечным, на вот пешего директора местовой школы в 1990-м годе выбирали на Охульном сходе. Первый и единственный случай в истории города Гомеля, не знаю, как по стране, это выборы директора школы жителями района, в частности МЖК Солнечный. Он не был назначен отделом образования, он был избран жителями района. Потом же его кандидатуру утверждали, исходя из этого. 20 годов тому члены молодежного жилого комплекса Солнечный створили властный музейный покой. На тепереже гисторичных вздымках. Першая будовничая отрада, першая сенгазета МЖК, якая обачала свет на праканце 1987-го и закладка пешего камня о 88-м за 30 годов у жития МЖК шматчего изменилась, але засталося макчима самая головная, яны прайнейшему члены одного великого и дружного коллективу. У нас есть люди, которые по 30 фамилий могут назвать соседей, идите найдите хоть какой-нибудь дом, который может назвать соседей 30 человек, фамилии, детей, в каком классе ходят. И самое интересное, пройдите по МЖК, они здороваются. Каждый человек здоровается друг с другом. Это такое редкое явление. При этом не надо никаких денег. Мы в государстве не просим денег. Мы создали ту среду обитания, которую мы в той молодости своей комсомольской мечтали. Олег Сентеров, Игорь Маришенко, телерадио компания «Гомель». На палитке Гомельской области вышли три новые модели комбайна у вытворчасти «Гомсельмаша». Это – полевые выпробования. Базово у всех трех машин – серийная модель КЗС-1218. А дразни – не у техничной начинцы. За испытами новинок назирал Максим Савин. Основой для этих комбайнов послужила проверенная годами с пожилцами модель КЗС-1218. В новинках реализованы самые сучасные распроцовки инженеров Гомсельмаша. Головная мета – повышение продукциальности и экономичной эффективности. Так, на приклад, у комбайна КЗС-4118 от донора только одно одрознение. Дизельный руховик заменен на газовый. Метаномаль удвоят аннейшие за иншие виды палева и больше экологичны. Экономичная выгода на поверхне. При этом нема страту могутности. Новая силовая установка нам отмотнейшая за штатную. Когда испыты пройдут поспехово, то серую модель КЗС-4118 пустят в самый ближайший час. Договоренность есть, что в этом году мы после работы этой машины в Белоруссии поставим машину в республику Татарстан. Там покажем ее в сентябре месяце. Там будет татарский экономический форум, газовый форум. Там эту машину мы представим, покажем конкретным покупателям и будем изучать рынок, чтобы в следующем году уже какую-то партию машин иметь у нас в производстве. В моделях КЗС-2221 и КЗС-3219 смены кранулися непосредственно рабочих агрегатов. На машинах применены разные схемы обмолоту зерня. На 2221 трехбарабанная, на 3219 гибридная. Применение разных техничных решений и постоянная модернизация, складающая поспеху на рынках сбыту. Как поспехово конкурировать, треба худко подстроиваться под споживцов. А потребования у потенциальных покупников сегодня разные. Находим самое лучшее решение, которое позволяет сегодня и предприятию конкурировать с основными поставщиками этих зерноуборочных комбайнов, но и одновременно повышать качество. Потому что сегодня и в агропромышленный комплекс приходят новые машины, новое оборудование. Сегодня и уровень механизаторов уже выше, чем были предыдущие годы. Поэтому идет как процесс обучения, так и одновременно идет процесс усовершенствования техники. И этот процесс, он постоянный. И вот это постоянное совершенствование позволяет говорить о том, что сегодня действительно Гомчельмаш как объединение состоялось, и оно решает вопросы, которые нужны для страны. Выпробования в разных условиях будут продолжаться до конца сезона. За ходом полевых испытаний новых моделей уважливо слушать представники предприятия-вытворцы – Минсельгаз Харчу и Белорусской машинно-выпробовальной станции. Они вынесут вердикт об махчимостях новой техники. И когда ее накажется становчивым, будет наладжена серийная вытворчность этих комбайнов. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будокашалевского района. Специалисты Министерства юстиции и регионального управления обмерковали у «Гомеля» организацию на местах службы «Адно окно». Указ президента Белоруссии номер 202, который регламентует эту деятельность, уступит усилу в листопаде. Документом у першиню на законодавчем узроне замоцовывается правовый статус службы «Адно окно». Регулируется парадок ее творения и работы. Сгодно с указом служба организуется у городских и районных выконкам, а так само администрациях. Основная задача – прием заяв грамадян об ажитявлении администрационных процедур и выдача решений по их. Специалисты так само бесплатно проконсультуют по пытаниях подрыхтовки необходимых документов. Указ вступает в ноябре месяце, и мы, как координатор Министерства юстиции, проводим серию семинаров для того, чтобы понять, что происходит на местах при осуществлении администрации. Как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. Учить никого мы сегодня не будем. Как делать, рассказывать тоже ничего не будем. Наша основная цель – это выяснить положение на местах. Подобные состречи пройдут во всех регионах. По их выниках у Кастричнику отбудется республиканский семинар. Уластным опытом организации службы «Адно окно» поделятся замежные эксперты. С рекомендациями выступят представники Министерства юстиции Беларуси. У Спякотной надворе возрастает риска дорожных сдареньев. С этой нагоды супрацовники Держа Аутоинспекции совместно с волонтерами областной организации «Червоного крыжа» провели профилактичную акцию выратуем водителям Адспякоты. Автомобили спыняли на трассе М-8 «Новая Гутагомель». А малюсе удельники акции ехали из морского побережа до дому. Многие долгий час находились за рулем. С подробностями Яугения Кухаронак. Слупок термометра узнялся до 30 градусов и держится на этом уровне в регионе не первый день. А это значит, что нужно ротовать водителей от Адспякоты. Многие аутоамторы нашей области ведут, что когда их спыня инспектор ДАИА по бочу развернулась пляцовка по оказанию первой допомоги «Червоного крыжа», их ждет приемная размова и корыстные подарунки. Сотрудники госавтоинспекции приводят статистику, а также дают рекомендации о том, как необходимо себя вести на дороге, если вдруг с вами случилось такое, что нет водички, либо что-то еще. В то же самое время сотрудники госавтоинспекции совместно с Красным Перестом раздают бесплатно питьевую бутилированную воду, чтобы водители могли себя чувствовать довольно хорошо за рулем. Участники дорожного движения, конечно же, когда сторонник улыбается, благодаря заполученную информацию продолжают свой путь уже дальше с хорошим настроением. Многие из тех, кого спинялись сегодня, ехали сдалек, однако самоотчувание у водителя у норме. Наверное, вымерение тиску показало амаль идеальные лечбы. Гэты автоматы ведают, что добросумленное ставление до своего здоровья – залог безопасного дорожного руху. Сначала я как-то испугался, было неожиданно, а потом приятно удивили, померили давление, угостили холодной водичкой, очень приятно. Почаще такие акции надо проводить. За опошние 10 годы на дорогах регионы отбылось 93 ДТЗ по причине стомленности водителев. Погроза возрастает в спекотные дни. К тому, супрацовники Держа автоинспекции и Белорусского товарыства «Червоного крыжа» рают, у такой надворье не знаходится у автомобилей долго. Коли запланована далекая поездка, якуй нельзя откласть, лепш ехать раниться, и поколь поветро не поспело нагреться. У машины треба иметь запас питной воды и необходимые леки. Евгений Кухаронак, Игорь Марыченко, телерадо и компания «Гомель». Зараз гомельчане ратуются от спекоты и на храдских пляжах. Вода ухарадшая дни клича до себя и дорослых и детей. А специалисты не стомляются нагадывать. Отпочиваться треба только у организованных для этого местах. Плавать только у террозом стане. Детей до воды одних ни в якем разе не отпускать. Не оставляете его одного в воде? Нет, всегда рядом. Он слишком маленький. Такого не бывает, что вы на берегу в телефоне сидели, читали, а он сам все... Не в воде. Нет, это очень опасно оставлять такого ребенка маленького. Одного. Всегда рядом. Только рядом. Потому что он слишком любит воду и без страха идет в нее. Поэтому всегда только рядом. Мы всегда вместе только плаваем. То есть такого, что вы на берегу, занимались своими делами, читали, допустим, а ребенок тут прискался, не позволяете такое? Конечно, нет. Вот у нас жилеты и все с собой. С початку года от потопления на Гомельщине выратывали амаль два с половой десятки человек. Утым лику четверых детей. Не допущено свыше 1600 несчастных выпадков. Але есть и трагичные личбы. На территории региона селета потанули 29 человек. Четверо дети. Их это самая болючая статистика. Причина обаяковать батьков не догляд за ими, альбо за лишний довер. В условиях теплой погоды и вот то, что остался последний месяц лета, хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они выбирали для себя места, предназначенные для купания, где им может быть оказана квалифицированная, своевременная помощь в случае различных нештатных ситуаций. Дерегация международных экспертов из Национального института радиационной аховы Чехии наведала Гомель. В Институте радиологии Национальной академии наук Беларуси гости знайомились с распроцовками беларуских вучоных. Выником стала домоленность о дальнейшем супрацовнестве. Программа визиты включала рабочая сустреча и круглые столы, наведывание полескога державного радиационно-экологичного заповедника и ознайомление системы радиационного контроля в Беларуси. Практичные выники деятельности беларуских доследчиков притягнули увагу новых навуковых партнеров. Так гости из Чехии высоко оценили в опыту вывученника эффициента у перехода радионуклида с хлеба у рослины и организма живела. Навуковцев так само зацикавили распроцованные в Институте компьютерные модели, которые позволяют прогнозовать радиоактивное завружение сельско-господарных культур, кормов и продуктов харчования. Чешские эксперты убачили лаборатории, которые забеспечивают радиоактивный контроль продукции на рынках и застались под уражением от работы по информованию и повышению радиологичной культуры насельства потерпелых территорий. Хочу отметить, что опыт Беларуси, а именно Института радиологии, один из самых уникальных в мире. То, что было сделано здесь в поставарийный период, имеет огромное значение не только для Европейского Союза, но и для всего мира. В нашу эпоху активного использования ядерной энергии мир хочет быть готов к потенциальным радиационным аварийным ситуациям. И для такого обеспечения готовности нам просто необходима та научная и практическая база знаний и опыта, которая имеется в Институте радиологии. Я думаю, что Евросоюз, МАГАТЭ и научное сообщество в целом должны поддержать этот институт и его деятельность. Чешские эксперты готовы пропоновать новые формы и методы суместной работы с Институтом радиологии. Например, использование современных средств на вертолетах. Самую прихожую девчину Полесья выберусь 25-го жнивня у Гомельской области. На эту дату запланованный 5-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». У его программе и конкурс «Полеськая прихожунь-2018». Традыцинный фестиваль будет проходить у агрогородка Ляскавич и Петриковского района. За титул королевы поспрощаются девчаты, которые являются уродженками полеських районов у приватности Петриковского, Житковицкого, Наравлянского, Мазырского, Лельчицкого, Калинковицкого, Хойницкого и Ельского. Кастинг запланованный на пятницу 10-го жнивня. Прихожунь чакают у центры моды и прихожостей «Хрустальная нимфа» от 14-й години. Каля Гомельского городского центра социального обслуговывания семьи и детей открылась новая детячая гульневая пляцовка. Проект о життя виле дякаучи спонсорской допомозе. У центры звертаются семьи, які опынулись в тяжких життёвых ситуациях. Многие приходят с детьми. Так само размещено кризисное отделение для беженцев, в яким нередко проживают семьи с детьми. Керавництво установы упълнено, что на гэтой гульневой пляцовце заусюды будет шмат маленьких наведывальников. Объект планует заденичать и для культурно-массовых мероприемств. Сейчас у нас появилась площадка новая, яркая, красочная. И это нас мотивирует на то, чтобы мы больше времени, больше мероприятий проводили на свежий воздух. Здорово, что тут поставили. Дети как раз занимаются, гуляются, а мамы могут заниматься своими делами. Детям с суседних дворов приходить на пляцовку так само не забороняется. У Гомельской области стартовала доброчинная акция с бяром портфель першокласснику. До 31-го жнивня плануют собрать комплекты приладов для будущих школьников с маломайомных семьяв, а так само для дятей, сирот и инвалидов. У Лады региона пропануть долучиться до акции коллективам предприемства и организации, а так само всем необъяковым людям. Музей истории города Гомеля сбирая старые фотографии, изробленные у фотоателье по улице Камунаров. Акцию проводят с метой створения тематичной выставы. Ателье было вельми популярным у Гомельчан, а великая колькасть дымков с цикавыми сюжетами заховывается у альбома Гораджан. Именно витаяны могут узнавить историю города в особах. Каб принять у делу акции и унести свою кладу створения фотовыставы, треба принести сдымки у музей истории города Гомеля або музей истории фотографии и другу, який зараз находится у помешканни былого ателье. Сдымки примаются любых померов и колеров без серьезных пашкоджанев. Мы посмотрели в своих фотоархивах и даже у нас нашли несколько таких фотографий. Они были предоставлены нашим постоянным другом музея, даже не могу уже его им назвать с датчиком, именно друг музея. Александр Николаевич Ласица, это из его домашнего архива. Вот тут две фотографии, семейная и персональный портрет его мамы. Усе удельники акции смогут бесплатно наведать постоянную экспозицию музея. Кали выстава завершить працу, фотосдымки вернуть уладальникам. Это и так сама иншая новина вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarmil.by. На этом выпуск завершен. Пленных вам выходных дзен. До новых встреч в эфире.